Хоу-хоу-хоу, призыватели! Чуете? В воздухе уже чувствуется сладкий запах мандаринок, свежего оливье и пороха хлопушек. Что это значит? А это значит, что мы вот-вот будем отмечать Новый Год. Скажу по секрету. Один усатый мужик... Секундочку. Эй, мозгляк! Кто это? Я блондин, и ты блондин. Какого? Зряль, ты что ли? У тебя уже была рубрика в этом месяце. Чего тебе еще нужно? Чем уродливее чудище, тем веселее по нему стрелять. Эммм... Так, о чем это я? Да, точно. Праздничный креатив, друзья! Как перед празднованием Нового Года принято вспоминать старый, так и мы решили вспомнить события минувших лет. Разбирая реворки чемпионов во вспоминашках, мы не раз замечали, как сильно меняются герои после обновления. К сожалению, Райот не всем добавляют традиционные образы, а посмотреть на то, как выглядела бы старая текстура на новой модели, всегда интересно. Именно поэтому, Торек Арт выпустил целую серию рисунков со сравнением чемпионов до и после реворка. Атрокс, Акали, Йорик, Свейн, Эвелин, Сион, Галлио, Фиддлстикс и Мордек Кайзер предстали в классическом виде. На ваш взгляд, есть чемпионы, которые лучше выглядят с отсылкой на старый образ? А пользователь под неким Каппи нарисовал с флеш-арты чемпионов в стиле Чиби. Предупреждаю, их уровень милоты просто зашкаливает. От мрачности чемпионов вроде Владимира Таамкенча, Азира и Илаой не осталось и следа. А симпатяги вроде Нуну, Нами и Ари стали еще милее. Так и хочется сжать их в объятия, как плюшевую игрушку. Художник под ником Мистер Кисель больше трех месяцев назад взял себя на слабо, что каждый день он будет рисовать по рисунку чемпиона из Лиги Легенд. И вот уже прошло больше ста дней, а он продолжает рисовать. Возможно, рисунки не самые искусные, но то, что он до сих пор их продолжает делать, вызывает уважение. Искренне надеюсь, что парень доведет дело до конца, тем более ему осталось меньше половины. Не знаете, что подарить другу Лоллеру на Новый Год? Спокойно! Берем в руки спицы, нитки и вяжем Тима по этой картинке от Пойгнанта Фокса. Вашему другу не нравится Тима? Не проблема. Есть еще вот такая шерстяная попи с молоточком. Главное помните, ни за что не дарите игрушки девочкам со способностями к огненной магии. Ну и себя баловать не забываем. Как насчет простенькой, но милой татушки спора, какую себе сделал Деймас Ламо. Увидев такую, все знакомые поймут фанатом, какой игры вы являетесь. Никто другой у меня так сильно не ассоциируется с зимой, как Сиджуани. Джил Медина спроектировала высококачественную модель героини как в броне, так и без нее. Если будущее ММО по миру Рунтерры вдруг будет ААА-проектом, то у чемпионки уже есть готовый внешний вид. Верите ли вы в гороскопы? Лично я не особо, но если бы на небе вместо созвездий были эти ребята, то я бы точно уверовал. Художник Си Ю вдохновился серией космических обликов и добавил к ним несколько своих. Здесь Овен Орн, Скорпион Вейн, Дева Ясуо, Лев Сетт, Козерока Атрокс, Близнецы Нуну и Вилумб, Водолей Барт и Весы Сона. Также он прикрепил целый арт, где можно заметить и других героев, а всего их 12. Без праздничных концептов мы вас тоже не оставили. Открывает показ мод «Зимняя люкс в наряде» от Инги Марии Роберт. Только зимнего образа ей в коллекции и не хватает. Та же художница изменила зимний наряд Снегурочки Сараки на помощника Санты. Нечто в этом же стиле нарисовал Джейсон для Лилии. Он же добавил праздничному твичу немного пиротехники. За Лилию взялся художник под ником Харими. Помимо внешнего вида способностей, для своей героини он придумал и рамку для экрана загрузки. Зои не только обрела новые вещички, но и умудрилась попасть в заварушку вместе с Юми. К их снежным игрищам не против присоединиться клет от Лис Фартеи. Но подарочек от этого Йордла ждать точно не стоит. А вот Вай от Эли Аиме даже в снежном облике остается сдержанной и серьезной. Видимо фрельордская погода даже хуже заунской. Эвелин в исполнении Пенни Вилкинсон решила показать всем, кто тут настоящая снежная королева. От такой горячей дамы снежные просторы фрельорда мигом уйдут под воду. Фанатский облик на Орна от Эдриана, по всей видимости, вдохновлен фольклорными мотивами скандинавских народов. То, что нужно для древнего бога. Но зачем создавать концепт образа, но уже выпущенного чемпиона, если всегда можно придумать своего? Именно так и поступила Сильвия Бриган, которая нарисовала фрельордскую даму из племени Сиджуани, которая, по заверениям автора, вполне могла бы растопить холодное сердце от Рокса. А вот и первый новогодний сюрприз. Возвращение одной из редких рубрик. Да-да, речь, конечно же, идет про... Чуд! Хороший выстрел из Реаль. Дай пять. Да какого хрена? Еще бы чуть-чуть это в меня попало. Это был не промаха. Частичное попадание. Хочешь рубрику? Пожалуйста, делай что хочешь. Боже, с кем приходится работать? Его пора сдать в музей. Penny Arcade Expo, или же коротко PAX, серия мероприятий, посвященная играм, которая создавалась для чествования игровой культуры, а затем превратилась во влиятельную выставку, где разработчики могут представить новые проекты на широкую аудиторию. Именно на этих выставках были представлены одни из самых редких скинов в Лиге Легенд. PAX скины представляют альтернативную вселенную образов из цифрового мира. В 2009 году вышел PAX Twisted Fate, аккаунт с которым вам сейчас обойдется примерно в 600 евро, при том, что особых эффектов у него нет. В 2010 и 2011 году на выставках PAX East и PAX Prime раздавался образ на джак с эмблемой Пакмана на спине и груди. В 2011 году к компашке присоединилась PAX Severe, а в 2017 вышло ее переиздание. Этот скин выдавался бесплатно тем, у кого уже имелась первая версия скина, плюс в комплекте прилагалась стильная рамка. Neo PAX Severe вы могли получить за 10 драгоценных камней, но лишь ограниченное время. Сейчас же стоимость аккаунта с этим скином достигает 30 евро. В 2015 году были выпущены специальные наборы, которые игроки могли приобрести, чтобы поддержать любимую команду. В зависимости от того, какой набор вы покупали, команды Огня или Льда, вам выдавался соответствующий вард. Приобрести их в наше время, увы, у вас не получится, хотя смотрятся они неплохо. Что по поводу эмоций? Самые редкие из них были доступны во время определенных событий, но многие из них были связаны с благотворительностью, на которой Riot делают большой акцент. После успешной благотворительной акции, связанной с выпуском Темной Звезды Чугата, разработчики вновь решили ее повторить в конце 2019 года, выпустив образ предвестницы Зари Кармы. Деньги с продажи всего контента, связанного с ним, включая эмоцию «Вся любовь», были переданы на благое дело в фонд социального влияния Riot Games. Эта же история повторилась и с эмоцией «Атакали с любовью» в июне этого года, когда 100% выручки от продажи эмоций и сопутствующих товаров были пожертвованы на благотворительность. Раз все вопросы со старыми знакомыми улажены, самое время вернуться к обещанному сюрпризу. Поблагодарим нашего фральйордского товарища за предоставленный материал. Брауму можно доверять! Именно он принес нам все тайны, спрятанные под толстым слоем истинного льда. Ты напоминаешь мне Агату. Это лучшая корова на деревне. Да почему меня все сегодня оскорбляют? Почему бы нам как раз не начать с Браума? Точнее с того, кто подарил ему этот образ. Художник Майкл Маурино нарисовал концепт девушки-инженера из Пилтовера, которая умело управляет хэкстэк-технологиями. От идеи пришлось отказаться, так как на то время в игре уже было довольно много женских персонажей-саппортов. Поэтому разработчики оставили только идею чемпиона с большим щитом и добавили к ней шикарные усы и мускулы. Хотя, кого мы обманываем? И так понятно, что Браум основан на фанатском персонаже Ангусе. Он был своеобразным посланием разработчикам от сообщества о том, что в игру необходимо добавить брутального саппорта мужского пола. Игроки долгое время просили разработчиков добавить в игру дракона. И в 2013 году их мольбы были услышаны. Именно тогда и анонсировали Аошина, могущественного штормового дракона из Ионии. Но спустя три года молчания они изменили его на Ауреллен Соло. Почему же разработчики отказались от изначальной идеи? Все просто. Слишком громкие слова о змеевидной модели и о низком происхождении и неудачной идее способностей, которые сыграли с Riot злую шутку. Все же игроки получили, что хотели в этом году. Вместе с релизом образа на Соло и маленькой легенды Аошина. Riot второй год подряд обламывают игроков с новогодними образами. Но не получить ничего всяко лучше, чем подразнить, а потом удалить. В преддверии релиза официального русского клиента у разработчиков появилась идея создать образ специально для нашего сервера с отсылкой на русскую культуру. Как, например, было с Сиджуани. Сюрпризом должен был стать русский дружинник Олаф. Но дальше текстуры дело не дошло. То же самое касается и диско-образа на Сону с характерным афро 70-х годов. Возможно, именно этот облик послужил вдохновением для диджей Соны. Невыпущенные образы могут привести к чему-то большему. Как, например, Королева Сиджуани с очень комичным волком. Но в ходе разработки было решено полностью реворкнуть чемпиона, который есть в игре сейчас. Кто знает, может когда-нибудь разработчики добавят его в игру в качестве отсылки. Спасибо вам большое за то, что присылаете нам свои работы на почту. Кажется, что мы уже видели все возможное. Но вы продолжаете удивлять нас новыми границами творчества. Так почему же нам вместе не посмотреть на то, какими классными штуками вы с нами поделились в этот раз? Алексей Андреев сделал очень крутой гарпун Пайка из Папье Маше. А вот один из наших зрителей для того, чтобы попасть в рубрику, набил себе татуировку. Правда, из-за пандемии работу выполнить до конца не получилось, но выглядит уже неплохо. Алекс Вэй тоже набил себе татуировку, но уже не Джинкс, а ковбоя Люциана. Звездедик отправил нам свой рисунок Зоечки сразу в двух вариантах. Асай Фокс прислал уже даму повзрослее. Ее Ари определенно согреет вашу душу. Дарья Селезенова под ником Онихимэсан прислала нам красочные арты недавно вышедшей РЛ и припорошенного снегом Орна. Дарья мечтает работать в компании Райет, так что пожелаем ей успеха. Ольга Яконюк взяла в руки плотный картон горячий клей, бумагу, краски и сделала вот такую объемную иконку Юникорнза Влад. Алексей Иванов показал нам, как могла выглядеть Серафина, если бы попала в более тяжелую компанию. Чуете? Русью пахнет! Все из-за концепта славянской люкс от Елизаветы Ромашковой. Команда такой люкс никогда бы не сдавалась. Александр Харин поделился фотографией торта Спора из мастики, который ему подарили на день рождения. Очень мило! И неожиданный подарочек нам прислал Нью Тру. Он написал песню, под которую так и хочется ганкать лайны на бронзе. Рассчитывай на мой клинок. Баги и аутплеи сегодня тоже особые. Именно их вы присылали нам на почту в течение нескольких месяцев. Самые интересные из них вы сегодня увидите. Старый баг, но все еще довольно забавный прислал нам World's Problem. Пока Рамус пускал Герольда на меду, его команда яростно сражалась на боте. Возмутившись такой несправедливостью, там решил призвать соратника к себе, проглотив его через пол карты. От такой наглости Рамус немного прифигел и даже завис на пару секунд. Куда большее возмущение появляется от просмотра фрагмента от Павла Веселова. Когмао добивал базу синей команды, но тут появился Варви. И вот он вроде бы отогнал прилипчивого АДК, но его труп нанес последний удар по Нексусу. Янур прислал нам эпизод с Тлеоной. После того, как она своей Ешкой захотела притянуться к Дрейвену, игра отправила ее на орбиту. Времени полета как раз хватило для того, чтобы набраться сил и после возвращения навалять Дрейвену за цыганские фокусы. Ну и да, бивочка от Иона на Ксинжао. Решив в последний момент сбить Бэк Зеда своей Вэшкой, он не знал, что это приведет к такой вот ситуации. В следующий раз задумывайтесь перед тем, как беспокоить мастера теней. Дулат Малыбаев прислал нам вдохновляющий момент для всех саппортов. Когда твоя команда отошла на фонтан, а ты играешь на саппорте, это еще не повод сдаваться. Можно надеяться на глупость вражеской команды, которая, гонимая собственной жадностью, напала на сону под башней и тем самым обеспечила ей пентакил. Андрей Ананако поделился с нами забавным фрагментом на Валибире. Враги явно недооценили сборку мишки в АП. Ему было достаточно настакать завоеватель, чтобы снести лица оппонентам на развороте. Металинк показал своим примером, как нужно качественно разыгрывать Нейлаой. Прежде чем торопиться и слепо идти в атаку, нужно выждать подходящий момент, когда противники все вместе зайдут в слепую зону, а затем жахнуть их по голове своими щупальцами, обеспечить легчайший пентакил. Зритель с говорящим ником подписчик Шаркса прислал забавный ролик с Ессу. После убийства Пайка у вражеской базы, его поимкой заинтересовалась Рива. Предсказав то, что она своей кушкой будет перепрыгивать стену, он выждал момент и грамотно переместился при помощи Ешки. Павел Безроднов в игре за Эш хотел помочь своей команде на топе, а в итоге обеспечил себе легчайший даблкил. Двух зайцев одним выстрелом, так сказать. Юлия Токмакова в игре за нами буквально ходила по краю. После стычки на боте на нее накинулись сразу три противника. Взяв себя в руки и видимо сквестив пальцы, она удачно вышла из поля боя. С минимум здоровья, но зато живой. Алексей Кедряшев наглядно объяснил, к чему может привести чрезмерная жадность. После красивой квадры, Катарина решила, что кошечка будет легким десертом. Но эта Юми оказалась ей не под силой. Воззи Страйф, напротив, показал, как не надо играть на саппорте. Потеряв Малфита, Ясуо решил переключиться на Таам Кенча, тем более рядом ходит союзная Муму. Малфит же решил, что самое время развернуться и навалять Ясуо. Но, к сожалению, Таам сильно проголодался. И в итоге спас Ясуо от неприятной участи. Что ж, друзья, на этом все. Это был финальный выпуск обо всем и ни о чем. В этом году, разумеется. Если вам понравился этот выпуск, то можете поддержать его лайком, комментарием, ну или даже раскошелиться на подписку. С наступающим Новым Годом, друзья! Пока-пока!